Квантовый парадокс Зенона. Мы все знаем, что такое парадокс Зенона, да? Особенно, что касается Ахиллеса и черепахи, самый популярный, он состоит в следующем, что значит, у нас вышла черепаха из некоторого пункта, и через некоторое время за нее стремился Ахиллес. И Зенон говорит, что она никогда не догонит. Почему она ее никогда не догонит? А не догонит, с точки зрения Ахиллеса, по следующим причинам. Для того, чтобы догнать черепаху, ему надо пройти полпути до нее. А для того, чтобы пройти эти полпути, надо пройти еще четверть этого пути. А чтобы пройти этот четверть пути Ахиллеса на расстоянии между ними, надо еще одно восьмое. И таким образом получается некий бесконечный ряд. И они полагают, что здесь, Зенон тогда думал, что раз ряд бесконечный, то он не сходится. Ну, не знал даже такого понятия, что значит, что он сходится. И после этого Ахиллес никогда черепаху эту не догонит. Но мы-то теперь знаем, что этот ряд сходится. И мы понимаем, что Ахиллеса черепаху догонит. И все это казалось... Извиняюсь, немножко не так. Это же называется Ахория. Да. С одной стороны, он признает, что Ахиллеса, конечно, черепаху догонит. Это же просто очевидный факт. Но в рассуждении мы не можем это объяснить, каким образом он это сделает. Поскольку ряд бесконечный, нам надо бесконечно рассуждать об этом. Мы никогда не придем к выводу, что он ее догонит. Проблема не в том, что он ее не догонит. Просто что мы не можем показать расчет, каким образом он это сделает. Хорошо. Поэтому я говорю сейчас не о позже Зенона, а говорю о парадоксе в таком странном этой вещи. Почему? Оказывается, подобного рода положение дела, оно существует в квантовой механике. И там вот этот парадокс Зенона, он имеет конкретно взятый смысл. И там квантовомеханический Ахиллес никогда не догоняет квантовомеханическую черепаху. Как это и в чем здесь происходит? Это известный парадокс, связанный с теорией измерения. Значит, впервые его идея была высказана мистером Садаршаном, журналистом математической физики в 1977 году. И эмпирическим путем, то есть экспериментально он был проверен, и утверждено, что это именно так. Это уже было и Тан, и Мейнцин, и Боллингер, и Минераланд в 1990 год. То есть это уже четверть лет, как к этому делу прошло. Значит, они работали в институте меры весов, по-моему, в каком-то, и были возможность это дело точно проверить. Утверждается, что из них главный все-таки первый этан, ну да. Вот, такова, значит, ситуация. Как они это дело проверили, и что за этим означает? Что это такое за эксперимент с Ахиллесом? Ну, представьте себе, что вышла черепаха, через некоторое время из-за ней последовал Ахиллес. Представьте, что в точке 1-2 мы на этого Ахиллеса посмотрели. И убедился, он же в точке 1-2, прошел половину дистанции. И по странным причинам он тут начинает от черепахи отставать, хотя черепаха двигалась гораздо милее, чем Ахиллес. Теперь представьте себе другую ситуацию, что мы на него посмотрели не только в точке 1-2, половину пути, но еще в точке 1-4 посмотрели, 3-4. Тут он начинает от черепахи отставать еще бы сильнее. Ему становится сложнее нагнать. А вот если мы еще поделим этот участок на 32, скажем, отрезка, и в каждой точке не спрашивать Ахиллеса, потому что Ахиллес, если бы он должен был отвечать на напосу, должен был бы остановиться и не бежать вперед, а просто бы на него смотреть в каждой точке, то есть в каждой этой точке из этой оси, то тогда, по всей видимости, и это можно показать экспериментально, черепаху этот Ахиллес совершенно не догонит. Это странный какой-то такой квантово-механический эффект. То есть, если нормальная ситуация, мы полагаем, что все... А если мельит черепаху? А вот предлагается мельит Ахиллеса. Нет, ну допустим, мельит черепаху. Если все его догонит, то хельит черепаху. Ну, здесь все-таки то, что я рассказываю, я говорю... Нет, ну может это проблема измерения, а не проблема какого-механического объекта? Нет, это как раз проблема измерения, она же проблема квантово-механического объекта. Это проблема измерения, именно проблема измерения. Еще раз повторяю, что мы никаким образом на Ахиллеса и на черепаху не влияем. Мы делаем только то, что их... Ну как, измерение не влияет разве на объект? Вот в том эксперименте, который я буду описывать, она напрямую, это, наверное, влиять в него не будет. То есть никакое силовое взаимодействие невозможно. То есть я не подбегаю к Ахиллесу, говорю, а давайте я по мере, в какой точке ты находишься, постой-ка здесь минутку. Ничего такого я не делаю. Ахиллес как бежит, так и бежит. Я не сдаю вопрос, когда он останавливается, будучи вежливым терминкорическим чуваком, мне что-то рассказывают. Он бежит, как бежит. Вот именно как бежит. Это приводится при измерении к какому-то состоянию. Да. Так значит, все-таки не изменяется. Да. Ну вот сейчас мы это посмотрим, что это такое, и что здесь происходит, и что, значит, приводится к какому-то состоянию. Вот. Такова ситуация. То есть взаимодействия силового очень важно, что здесь нет. Это не та ситуация, которую, например, полностью приписывает Ландау квантовой механики, когда он говорит, что для того, чтобы посмотреть на координат частицы, мы должны на нее посвятить. Ну, то есть каким-то силовым образом показать на нее воздействие. А это невозможно, поэтому, мол, она очень маленькая, то есть свет очень большой, и по той простой причине у нас получается, что он должен выполняться в принципе неопределенной кистики Нильберга. Здесь не так. Значит, для этого предлагается рассмотреть некую простую квантово-механическую систему, которая состоит из двух уровней. Основного уровня и возбужденного. Если это квантово-механическая система, то есть просто атом с двумя уровнями, находится в постоянном электрическом поле, то тогда оказывается, что он начинает совершать некие осцилляции, которые называются осцилляцией Мерега. Что это означает? Что он через какое-то... Если оно, конечно, поле монохроматическое, то есть, то есть, некоторая вероятность побывания в основном состоянии равна нулю, точнее, равна единице, потом после инфрациональному закону он доходит до суда, потом суда он снова падает и вот так далее, он так путешествует. Это осцилляция Ребри. У него есть некая премия ТР характерная. Почему оно характерное? Да потому что, если мы посмотрим точку ТН, некую первоначальную, то мы всегда увидим здесь, что в этой точке полностью вся система будет находиться в первом возбужденном состоянии. То есть, атом из основного состояния выводится в возбужденное состояние. Вот. Таковы эти осцилляции Ребри. Поэтому господин Итана Мензен Боллингер и Венерланд поставили очень простой эксперимент в связи с этим. Они взяли атом бериллия, ионизировали их и повесили в ловушке, неких 5000 штук было, посередине некоторых вот этих ловушек. У атома бериллия, у него очень интересно, у него есть два основания. Помимо основного состояния, второе и третье. Второе, здесь длина волны один метр, то есть это просто обычная радиоволна, радиодиапазон перехода, да? А здесь 313 нанометров, то есть гораздо короче волна, длина между ними. Поэтому из второго состояния, в третьем, он перейти никак не может. Либо он переходит из первого в третьего, либо из первого во второе. Эта система находится в электрическом поле, постоянном. Теперь представьте, раз она находится в электрическом неком постоянном поле, то она, система, это осцелирует. То она то в первом основании, то во втором. То в первом основании, то во втором. То в первом, то во втором. То есть вот под воздействием такой минохроматической электрической волны. Вот так она себя ведет. Что они предлагают? Поскольку здесь частота гораздо быстрее. Они предлагают быстро на него накладывать короткие импульсы вот этого небольшого поля. Что тогда у нас здесь происходит? Вот такого, с такой длиной. Тогда что она происходит? Наложили такой короткий импульс. Система, если она находилась в первом состоянии, если, я повторяю, подходила в первом состоянии, переходит в третье. Потом из третьего она тут же вываливается, потому что здесь периоды очень быстрые. И они фиксируют потом. Если у нас происходит здесь что-то, нечто другое, то тогда, если она находится во втором состоянии, с самого начала, то этого ни в коем случае не происходит. То есть тогда она в треки состояния не вываливается, никакого фотона нанометрового мы не фиксируем. Вот такова ситуация. Каковы экспериментальные данные? То есть что означает? Это означает тот самый наш эхиллес, который на середине пути, вот этого пути, вот этого пути. Мы его всякий раз опрашиваем, делим на кого он догоняет. У нас основное состояние догоняет второе состояние. Из них происходит осцилляция. Через некое классическое ТН время у нас все 5000, ну практически все 5000 атомов бериллия должны находиться во втором состоянии. Вот так. А потом аппарат не сворачивается первым. Они синхронно вот так колебливаются между первым и вторым состоянием. А мы теперь, и вот она в этом состоянии первая как бы... Говорите, а поле это внешне постоянное? Да, одно поле, первоначальное, вот такое, метровое, но постоянное, которое заставляет колебаться вот эти, между первым и вторым состоянием, вот такое колебание делает, осцилляция ревна. А второе, это ты обручаешь его оптическим лазером, по большому счету, вот с этой частотой перехода. Но это ультрафиолет же, да? Не знаю. Ультрафиолет, ну оптический диапазон. Ну какая, может быть, ультрафиолет. Оптический диапазон, ты его оптическим диапазоном облучаешь. Если у тебя система находилась в первом основном состоянии, то она тут же у тебя переходит в третье состояние. И после этого излучает опять фотон и сваливается в первое основное состояние. То есть поскольку у них... Это что за событие? В смысле, если это от того, что Ахиллес догоняет черепаху? Что за событие? Сейчас, обратишь. Ну, в каком смысле, что Ахиллес догоняет черепаху? В том смысле, что у тебя первая основа, вероятность нахождения во втором... Ну, у тебя разница была дыра между Ахиллесом и черепахой, расстояние. Теперь у тебя есть разница между вероятностью между первым основным состоянием и вторым возбужденным состоянием. Вот этим. И первым возбужденным, правильно назвать. То есть состоянием между первым, вторым и третьим. Вот у тебя осцеляция. Первое начальное поле ты поместил, делал в электрическое поле, метровое где-то, радиодиапазон. И у тебя все 5000 атомберилия начинают осцелировать. То есть они с первого основания тихонечко переходят в точку 2. Если в любой момент ты посмотришь... Ты сказал, что поле постоянное, в радиодиапазоне, в монохроматическое поле. Вот с такой частотой. То есть у тебя тихонечко... Если в любой момент у тебя нет второй точки, ты это дело померяешь. Ты всегда определишь, что часть у тебя, часть атома будет находиться в первом основании состояния. Вторая часть будет находиться во втором состоянии. В первом и втором. Если бы ты взял характерное время ТН, вот некоторое ТН, то тогда ты померишь всю эту систему, ты поймешь, что вся система у тебя находится во втором состоянии. Вся система пришла возбужденная. Если возьмешь два ТН, то вся система у тебя перейдет в первое состояние. Вот так они осцелируют все время. Вот так система себя ведет. Если ты где-то посередине сделал, то это у тебя будет косинус омега Т в квадрате вероятность и синус омега Т тоже в квадрате. То есть вот какая-то вот такая ситуация будет в любой момент, если бы ты их мерил. Что делает у нас вот эта самая процедура измерения? Мы таким образом всякие раз меряем, сколько у нас атомов находится в первом состоянии. Потому что мы на них ультрафиолетов посвятили немножко, а потом посмотрели, сколько у нас ультрафиолетов излучилось. Нет, там не ультрафиолетов излучилось, скорее всего. Ну вот иначе, да? С 313 адаметра, я просто не знаю, ультрафиолетов или... Доедет ли это колесо, если надо, от Казани до Москвы или не доедет? Да, ну доедет. Нет, до Казани-то доедет, а до Нижнего нет. То есть вот такова она ситуация. У нас оказывается, как и должно по квантовой механике, у нас всякий раз оказывается, когда мы проводим вот это самоизмерение, все атомы оказывают, ну вот они оказываются как бы, мы как бы снова сбрашиваем в основное состояние. И у нас вот эта точка начала, она как бы сдвигается. И вот они построили такой определенный график. Это у нас интервал был вот этого для ТН, 0,256 секунды. И они потом начали делить его на периоды. То есть если они померяют его посерединке, вот в точке 1 они его померяют, то есть в самой последней точке, то они убедятся, что в третьем состоянии не пришел ни один атом. Если они поделят его пополам, это двушку, то увидят, что ситуация будет уже отличаться. Если они 4, если они померяют 32 состояния, то они убедятся в следующем, что если они вот этот период... А это долик, долик, да? Да, полпериодного, 32 части поделят, и каждая часть посветлена в этом оптическом... А единица где вот на этом графике? На каком? Ну вот вероятности. В вероятности вот здесь единица. Здесь. То они в него, значит, они посветят, и когда они убедятся, что здесь у нас... Что здесь, что весь атом находится в основном состоянии. А где здесь кто кого догоняет, если здесь речь идет о количестве этих фотонов, которые излучаются в определенного рода моментах? А что, кто кого догоняет, что-то, я не знаю, как это правильно. Разница между... Ну ты сейчас говоришь о количестве излучаемых атомов. Да. От излучаемых фотонов. Да. У тебя, в графике. То есть у тебя, если у тебя вот есть расстояние между черепахой и ахиллесом, они бегут. Это состояние у тебя должно становиться все меньше и меньше, пока они становятся равным нулю. Здесь ровно такая ситуация. У тебя есть разница между количествами атомов в первом и втором оснояниях. Они тоже бегут, и поздно и рано, через период ТН, все 5000 атомов находятся у тебя в состоянии 2. В первом возбужденном состоянии. Ну, а как его догоняет? Атомы в состоянии 1 загоняют в состояние 2. Нет, Влад, еще последний шлиф скажи, вот там, куда это дальше идет, это самое ясное. 32 и дальше... Ну, дальше можно 64. Да, да, да. Ну, тут уже в 32 уже состояние атомов, которые должны были быть, их 100% должно быть через ТН, оно уже близко к нулю. То есть дальше уже не имеет смысла делить даже. Там еще дальше они поставили, но там идет некая расходимость с экспериментом, между теорией и экспериментом, кстати. То есть их еще меньше становится, чем нужно по теории. Вот. То есть вот такая странная вещь. Это количество на оси ординат, количество атомов? Да, это вероятность, то есть количество атомов, доля-доля атомов, которые у тебя находятся в состоянии 2. 2. 2. То есть если они все в 2, то... То вот, если вы никуда не смотрели ничего, то они все со 100% вероятностью там оказываются. Если мы взяли и посмотрели пополам, то их становится меньше, чем должно быть. Это просто эффект синусоида, на самом деле, ты показываешь. Так нет, подожди, а становится... Нет, но эффект синусоида. Вот у тебя синусоиды все показывают. Там максимум есть максимум, а есть как бы вот отпадины и так далее. Если дробить, дробить... Ничего подобного. Это внутри одного периода. Если бы у тебя был как раз, вот у тебя внутри этого периода 0.256, вот он ТН, вот он период, вот он твоя синусоида. Если ты всякий раз, ты меряешь количество атомов в втором состоянии. Вот это то, что приятное, это количество атомов во втором состоянии. Через 0.256, если бы мы не занимались посередине вот этим свечением лазером, то есть не меряя промежуточное состояние, то у тебя всегда бы и количество было на этом периоде, согласно ассоциациям вреда, экспериментальному факту, равна 100%. То есть все 5000 атомов у тебя бы перешли в это состояние. А третье состояние зачем? А третье состояние, что мы посерединке в каждом этом меряем, меряем, это сколько атомов находится в основном состоянии. В чем здесь проблема большая? Что такое состояние в классической механике? Это означает, что мы где-то посередине их померили, померили, да? Это у нас означает ту простую вещь, что они находятся, часть находится в первом состоянии, часть находится во втором состоянии. Это на самом деле так. В квантовой механике все иначе. Там помимо смеси состояния, то есть совокупности первого и второго, есть понятие суперпозиции. То есть у тебя реальное состояние системы всегда, атома, оно вот, равно вот так оно обозначается. Коэффициентом альфа-1 плюс коэффициент альфа-2 в состоянии 2. Вот оно так обозначается. То есть представляете себе, да? Альфа-1 и альфа-2. Вот так в состоянии. В макросистемах там еще гистерезис существует, то скачкообразная и переходная. Скачкообразная здесь опять ни при чем. Здесь консервированность ни при чем. Просто очень важно отличать понятие суперпозиции от понятия смеси. Понятие смеси, когда мы говорим, что 5000 у тебя из атомоберилия посередине, мы говорим, что на самом деле, в зависимости от нашего измерения, они у тебя находятся, часть из них находится, скажем, 1000 в первом состоянии, а 4000 в другом состоянии. В квантовой механике, когда у тебя даже есть один атом, то он никогда не находится ни в одном, ни в первом, ни во втором, как электронный там, как бы прополетает продвещение. Он точно так же находится с определенной вероятностью первого состояния, и тот же самый атом находится с вероятностью 2 во втором состоянии. Когда мы проводим измерения, это теория проекции, то у нас оказывается, что мы просто выбираем какое-то состояние. Ну, например, хотим померить состояние 2. Мы когда берем вот это, как мы обозначим его буквы И, берем вот это состояние 2 и состояние И вот этим, а его вот так свертываем. И, разумеется, что мы здесь получаем? Альфа 2. То есть, когда мы померили альфа 2, то мы получили вот эту самую вероятность. У нас 1000 оказалось в первом состоянии, а 4000 оказались в втором состоянии. Это разница, да? Здесь у нас, в квантовой механике, одна и та же система находится в некой суперпозиции. Суперпозиция. Игорь, а вот эти вертикальные столбики, значит, это количество атомов в состоянии 2, так в какой момент? В момент времени ТН? Да, ТН. 0,56, да. Это в крайний момент времени ТН, да. Нет, я хочу, чтобы все насладились абсолютной дикостью этой ситуации. Мне не очень понятно, это привязка к зенону, но тут какая-то есть парадокс, связанный с тем, что уменьшается количество атомов во втором состоянии. Ну, не знаю. А ты каждый раз измеряешь, и вроде как бы ситуация была та же самая, а атомов почему-то меньше и так далее. Это так, что ли? Да. В этом смысл? Да, от атомов становится меньше. То есть измерение в это что-то как-то меняет систему? Если бы у нас была смесь, смотрите, если бы у нас была смесь состояния, не суперпозиция, а смесь состояния. Ну, например, взяли и подробно посередине их померили, у нас получилось 2,5 тысячи атомов бериллия во втором состоянии, 2,5 тысячи атомов бериллия в первом состоянии. Тогда что бы в этой точке получилось? У нас бы вот эти 2,5 тысячи атомов бериллия, они бы что сделали? Они взяли и перешли в состояние 3, а 2,5 тысячи никак на это дело не реагировали. Мы его зафиксировали в 2,5 тысячи фотонов, а потом оно быстренько вернулось к этому состоянию, и 2,5 тысячи этих атомов берели, а дальше начали, как по закону полу-распада, опять переходить в это состояние. А здесь у нас получается, что мы, поскольку у нас есть всякий раз суперпозиция их, мы переводим, когда меряем из одного в третий, мы фактически эту точку все время сдвигаем. Мы ее сдвигаем. Мы переводим всю эту систему в третье состояние. Получается, что измерение изменяет систему? Измеряет, изменяет систему. А ты говоришь, что не изменяет. Оно изменяет не тем способом, не пулем механического воздействия. Оно из-за позиции состояния выводит его в определенный состояние? Ну, взаимодействие как такового силового не мулой возраст, это очень мощное состояние. Как он себе взаимодействует? Лазером фигачишь же. Так ты лазером фигачишь, ты период очень маленький. Ты лазером хоп его, и я обратно сюда. Не, ну у тебя была суперпозиция, а стало вырожденное состояние одного. Суперпозиция была между первым и вторым. Суперпозиция третьего не учитывала. Да, третьего не было совсем. Ты его хоп, он быстренько произвучил, а поскольку период у него очень маленький, в чем суть эксперимента. То, что вот эти периоды между третьим, они на тебя никак не должны влиять. Но это из второго в третье нельзя перевести? Да, из второго в третье нельзя. А из первого в третье можно. И получается, что те, кто оказались в третьем, они были на первом, но они не все, а часть была, значит, на втором. Да, да. Такая логика, да? Да, да. Логика именно такая. Парадокс у Зенона-то просто ближе как-то. Не очень понятно, в чем здесь парадокс у Зенона, так все понятно, в чем парадокс. Тем, что мы подобрали за Хиллесом. В некоторых точках его пути. И от того, что мы подобрали за ним в некоторых точках его пути, если таких достаточно много-32, скажем, то он никогда не догнал Черепаху. Вот в этом парадоксе. Там не хватает в графике, чтобы понять. Что было бы, если было бы обычная макроситуация? А вот так и было бы. Так и было бы. Если бы у тебя... Макро-ситуация была бы, то она была бы вот такая всё время. По всей видимости. То есть она была бы близка вот к этому. То есть постоянно бы... Ага. Ну смесь была бы. Если она у тебя макро-ситуация, то не важно сколько ты меряешь. Понимаете, у вас просто когда была макро-ситуация, то у вас в первом основном состоянии стоило всё меньше и меньше. Ну. Понятно, что она, может быть, как-то бы по статистике отличалась. Но очень слабо. То есть у тебя была макро-ситуация, то было бы всё время. Ахиллес бы равномерно бежал. А здесь как бы получается с ахиллесом. То есть он получается, что начинает с этой точки двигаться. И когда мы взяли его здесь и померили, у тебя синусоид опять отсюда началась. Понимаете, да? Вот всё время как бы сдвигает вот синусоид. То есть силового взаимодействия нет. Но из того, что мы пройдём измерение, суперпозицию переводим в одно состояние, вот это собственное состояние один. А когда возникает этот эффект? Ну так это и есть, на самом деле. Силового взаимодействия нет. А перевод в собственное состояние, это и есть изменение системы. Поэтому это не чистый эксперимент, понимаете? Почему не чистый? Ну потому что каждый раз измерение изменяет систему. Перевод с системы в собственное состояние. Да, мы всякий раз эту суперпозицию переводим, выкладываем по собственному состоянию. И каждый раз изменяем систему. То есть мы вмешиваемся прибором в систему, система становится другой. И поэтому она вот так вот у тебя падает. Вот. И это одно из этих... Но она на части-то не может. Да. То, как я вот это дело изложил, это проекционная теория. Но я хочу сказать, что всё, что здесь происходит, не имеет никакого отношения к формализму квантовой механики. Никакого отношения к уравнению Шерлингера это не имеет. Это имеет никакой интерпретации, то есть попытки понять, что происходит в момент измерения. А береги дорогой? Конечно. Ну, вообще, вот на 300 МГц это, генератор и ультрафиолетовый лазер, это долларов 200 и всё. А что научиться надо? Ловушку их вмешать, реализировать его и вешать его. А фотоны как регистрировать в количестве? Да. На фотоумножителе. Да, на фотоумножителе. Ну, хочешь сказать, что не очень дорогая установка. Это не дорогая. Нет, ну это сейчас, она же, вот если в 1990 году они опубликовали, то, значит, это просто сила. А вообще ультрафиолетовый лазер, да, дорогие были. А сейчас 200 долларов. Сейчас падает со страшной силой вся стоимость. Я даже не задумывался, что стоит ли его воспроизводить этот эксперимент. Ну, вот он вот такой. Ну, по-моему, самая сложность, если было эти 5 тысяч атомов, где держать вот эту самую ловушку, ионизировать всех 5 тысяч. Ну, сигнализация это 340, 433,9 МГц, то есть еще выше. Ну, автомобиль, да. Мегагерцов? Ну, а... Ну... Ну... Я сам, я подумал. Ну, так она же радио. Ну, радио, да. А там какой? Ну... Там тоже радио, лучше не может быть. То есть второй. Все входы из 1-2, у них расстояние 1 метр. Это как раз где-то вот твоё... 1 метр и 300 МГц. Да, 300 МГц. Вот где-то вот такой. Ну, там-то будет более высокочастотное. Ну, да. Лазер... Давайте все-таки вернемся, чтобы все-таки было понятно всем. Потому что... Ну, тут и интерференции нету, не может быть ловно, да? Игорь, значит, насколько я понял, давайте так начнем. Если бы была классическая система... Ну, вот просто замеряем. Мы... Она сцелирует нормально, да? И при облучении лазером 313 мы всего лишь должны были получать каждый раз количество атмов, находящихся в том или ином состоянии. Да. То есть, если попало... Скажем, там, 30% было в один, то у нас 30% бы излучили, а 70% не излучили. Да. И на осцилляцию никак не должно было влиять. Да. Вот. А получается так, что когда мы постепенно выясним, в каком он состоянии, он выбрасывает все равно на начало осцилляции. Да, на начало осцилляции. Ну, смесились никакая. Катуршка, а не может. Так он не все получил атомы на начало осцилляции выбрасывать. Чай же застрял во втором состоянии, как бы, в этот момент. Не, они все могут быть. Они все. Потому что он все играет. Именно в том где же суперпозиция всех, поскольку они, наверное... А тут наблюдает смесь. Именно то, что у тебя суперпозиция, за счет этого. Так а... У тебя на самом деле нет никого во втором состоянии, никого в первом состоянии. Когда ты свыкаешь этим лазером, таким образом ты узнаешь, что они у тебя все в первом состоянии. В общем, парадокс. Это странно. То есть, у тебя, казалось бы, если бы ты просто мерил между первым и вторым состоянием, у тебя часть была, если ты меряешь. Часть находилась в первом состоянии, часть находилась во втором состоянии. Но в квантовой механике реальности нет. Есть суперпозиции. Ты когда светишь, они все у тебя сидят в первом состоянии. Ты сам ответил на свой вопрос. Никого парадокса нет. Просто лазер изменяет систему. Каждый раз. Нет. Это состояние уже достигнуто до освещения. Влад, если бы это была не квантовая механическая система, а классическая система, меняет лазер или не меняет, он настолько слаб, что он не влиял бы на осцилляцию. А у классических механиков не влияет, потому что нет силового воздействия, чтобы поменять. Вообще, в классической физике мы же знаем, что измерение не влияет на процесс, правильно? Просто в этом смысл классики. А здесь процесс меняет. Измерение влияет на процесс. Вот и все. Парадокса-то нет. Тут-то есть парадокс. Если Ахиллеса измеряет, то он, оказывается, не добегает каждый раз. Я вообще не понимаю, с Ахиллесом вообще не понимаю, зачем это. Он в том же самом, как и есть парадокс с шаленгеровским котом или нет? То ли жив, то ли нет. Ну что, кот же считается макроскопическим объектом. Ну да, нет. Это просто мысленный эксперимент. Да. Поэтому это очень странное впечатление, почему суперпозиции состояний квантовой механики в классике соответствует смесь состояний. Это совершенно непонятно. Где, в каком месте мы теряем понятие суперпозиции и переходим к смеси. И всегда кот у тебя в коробке либо жив, либо мертв. Но тут никуда не будет. Согласитесь, что это проблема соотнесения непрерывности и дискретности? Ну, как бы в классическом смысле все у нас непрерывно? Нет, я не понимаю. Ты можешь еще так же сделать суперпозицию. У тебя будет не дискретный набор состояний, как здесь 1-2. А будет у тебя непрерывный. Состояние с непрерывным спектром может быть. Нет, но ты показываешь синусоиду, у тебя она непрерывная. Да. А почему? Такое состояние... Такое состояние... Не, ну как вот. Ее чувствуешь, почему-то непрерывно. Ага, как бы, ну непонятно, как там. Ну, в синусоиде, как бы, исходная, как бы, вот эта суперпозиция. Как он на тот стороне? Непонятно. Почему? Я не понимаю вопрос, на самом деле. Атом осцеллирует. И излучение, оно вот идет по такой синусоиде. Не, поле. Атом осцеллирует. Атом осцеллирует. Там у тебя есть атом, у тебя... Два состояния. Да, состояние один и два. Вот между ними. По синусоиде вот это ребер, по осцелляциям ребер, он у тебя работает. Ну согласитесь, ну вот так он происходит. Ты знаешь, ты будешь его когда мерить, в любой момент ты можешь померить, ты поймешь, что его где-то состояние, где-то мерил, оно в какой-то точке находится. Часть атомов, которые ты померяешь, а по-другому ты мерить не умеешь, только много атомов, да? Систическая реальность будет иметь первое состояние, а часть будет иметь второе состояние. Ты же сам говоришь, при измерении все переводится в одно состояние. Да. Вот если бы у тебя не было этого лазера, ты бы вот так вот это... Посмотри, как в классическом измерении. Мы когда что-то измеряем, мы бы если бы в классическом измерении, тогда бы все будет произведено. Да, здесь бы каротина ничем, классическая картина здесь ничем не отличается от квантромеханической. Но вот она ничем, ты ее различить не можешь, эту картину. Мы только-только что говорили о том, что при измерении мы переводим в суперпозицию... Ну, у тебя классическая ситуация. Вот в этой ситуации ты понятия смеси от суперпозиции не отличаешь никак. У тебя всегда, когда на синусоиде есть, ты в середине где-то меряешь, у тебя часть атомов, ты померяешь, находится в состоянии 2, а часть в состоянии 1. Вот так оно устроено. И смеси точно так же было. Но тут встает понятие реальности. Как было в реальности до измерения. Хотя у тебя экспериментальный факт, что для классической картинки, что квантово-механическая один и тот же, но у тебя, оказывается, с квантово-механической точки зрения они находятся здесь, суперпозиции находились, а не смеси. Смесь это когда у тебя часть атомов на самом деле в реальности в первом состоянии, а часть во втором состоянии. А через время трена они все перешли во второе состояние. Это смесь. А тут у них находится суперпозиция. То есть каждый карт в отдельности не находится ни в состоянии 1, ни в состоянии 2, а находится в некой комбинации. Это очень важно. И раз у тебя эта штука есть, то ты можешь сделать вот этот фокус в третьем состоянии. Облучить его лазером и зафиксировать, выбрать в него, что он находится в первом основном состоянии. И это приводит к странному эффекту, что ахиллес никогда не догонит черепаху. Никогда. И это обуславливается тем, что понятие суперпозиции и понятие смеси отличаются принципиально. В этом понятие и кота Шрёдингера. Это ровно то же самое, что с котом Шрёдингера. Потому что, когда мы его меряем, он то жив, то мёд. С точки зрения квантовой механики, там должна быть не смесь состояния, то есть то либо жив, либо мёд, а суперпозиция между живым и мёдым котом. Что странно, чрезвычайно. Потому что все мы, когда в реальности живем, мы всегда в каком-то состоянии. Я либо стою, либо сижу. Но с точки зрения квантовой механики, если на меня никто не смотрит, в отдельной комнате, если все выйдут отсюда, то я нахожусь в суперпозиции. Я то и сижу, то и стою. И всё время так. И можно представить целый эксперимент, один из которых вот этот квантовый парадокс Зенона, придуманный от замечательными физиками-теоретиками, скорее математиками, в 1977 году. Вот он к такому вот этому странному эффекту приводит. Мы берём, узнаём, что он находился в первом настроении, то есть с метеволазером. Хоп-хоп. И в результате у тебя физика процесса меняется радикально. А как такового силового взаимодействия нету. То есть то, что ты здесь напишешь... Почему силовое взаимодействие? Это то, что ты вписываешь в уравнение Шредингера. Вот тот самый У. Да? То есть вот эту. Гаментонян функции вот эти, когда пишешь. Вот это. Гаментонян пишешь вот туда. Здесь ты ничего, никаких наук-членов, гаментонян функций не пишешь. Нету там силы никакой. Всё, что ты делаешь здесь, это вот так светишь. Вот выиграешь вот на этой вещи, которая находится за скобками того, что преподают в вузах, как правило. То есть именно на парадоксах теории измерений. Но хотя вот тот же самый переход из первого в третье, это всё-таки изменяет систему. Да. Так дело-то в том, что они уже есть и в первом, и во втором одновременно. Вот в чём дело-то. Да. На второе, когда во втором состоянии, лазер никак не влияет на него. Освещение лазера. Вот в чём дело-то. Да. То есть здесь влияние как раз... Да. Если бы была бы смесь, то лазер бы влиял бы только на первое состояние. А тут он показывает, что влияет на все. На все. Потому что каждый атом находится в суперпозиции двух состояний. То есть, Влад, здесь в принципе силовое воздействие как таковое есть с лазера, но он одинаково влияет и на оба составляющие суперпозиции. Ну ещё мне говорят, как объясняют, что естественно просто лазер изменяет каждый раз систему. Каждый раз система другая. Вот и всё. И этот парадокс есть просто парадокс того, что система каждый раз другая. В чём-то парадокс я не вижу. Я не вижу парадокса. Для того, чтобы был парадокс, то хорошо бы была бы одна и та же система. Она каждый раз разная. Разная смесь. Почему? Потому что каждый раз система переводится в основное состояние одной из основных. И как бы... Значит она изменяется. Парадокс состоит в том, что у тебя... Измерение изменяется. Всякий раз суперпозиция есть, а не смесь. Ну и понятно. В суперпозиции есть, это измерение изменяется. И в буквальном смысле, буквально в смысле, хелес в этой... Если мы будем мерить, где он находится в каждой точке, черепахи не добежит. Ну, про черепахи и хелес это там не знаю, как объяснить. А то, что каждый раз почему-то уменьшается количество измеряемых в определённом состоянии этих... Электронов, да? Здесь электроны что измеряется? Атомы, флататор. Атомы, ионы, ионы, ионы бериллия, которые возбуждаются и не возбуждаются. Каждый раз, что это уменьшается количество, то вот это... Я не знаю, как это объяснять, но, видимо, как-то и надо объяснять, исходя из того, что король есть влияние внешнее. Не силовое, но влияние внешнее. Да, поэтому есть возможность, на самом деле, написать фантастический роман. Подожди, а вот мне непонятно вот что. Если, допустим, получается, чем... Где-то 1,32 это, получается, здесь интервалы? Да, 32 процесса измерения. Интервала. Посередине вот этого большого интервала... А 32 процесса измерения? 32, да, эти оптическим лазером посвятили. А, Игорь, а тут ещё надо слева, на синусоиде, надо просто период разделить на 32 части. Да, просто не сделал. Ну, вот, на этой синусоиде, вот на этой... Ну, большому может, и не понятно. 32 части надо его подвести. Вот, на периоде, а потом все опять полетели. Понимаете, да? Представляете, что он эту синусоиду сдвигает в другую точку. Вот. Такая-такая-такая-такая-то странная вещь. Потому что мне тоже... Вот это хорошая иллюстрация непонимаемому многому... Коту Шердингера. Вот он, Кока Кот. Тот же самый Кот. Просто его взяли и на практике его реализовали. Как бы получается. Это странно. Потому что у нас Кот либо жив, либо мёртв. Я либо сижу, либо стою, даже если никого нет в комнате. А тут промежуточные состояния. Да. А здесь я... То есть, никого нет в комнате. Я квантомеханический объект. Я... У меня суперпозиция. Я одновременно сижу, я одновременно стою. Если кто-то на меня захочет посмотреть, то видит мою голову таким образом. Он меня переведёт в это состояние. Я не буду, я как бы, только стоять. А если кто-то снизу посмотрит, я буду только сидеть. Что странно. Потому что человек всего лишь на меня посмотрит. Блад, наверное, вот так нужно интерпретировать с Зеноном. Что предполагается, что при достижении ТН, ТН, мы должны получить вариант во втором состоянии. То есть, ни одного отражённого. То есть, мы приближаемся, приближаемся, приближаемся. Да. И должны вот уже достигнуть этого состояния. А нет, мы его и достигаем. Да. Всё равно от нас убегают. Какого состояния? Два. То есть, у нас же, когда мы пытаемся излучать, мы находимся либо в первом, либо в втором состоянии. Якобы. Якобы. Эта система бежит по второму состоянию. Угорь, наверняка. Ну, когда мы не измеряем, она действительно. Вот максимума она во втором. В минимуму, в первом. Во втором, в первом. Во втором, мы начинаем измерять и она вся в первом. Да. То есть, она не добегает вот. Мы, как бы, должны были. Вот мерим, 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 теряем. Если Ахиллеса иногда из лука стреляет и он будет падать по пауте, то он тоже никогда не добежит. Так вот он не падает. Представьте, что бежит Ахиллеса, а мы, чтобы его измерить, его из лука стреляем и прибиваем его к доске. Вот он не падает. Дело не в этом, просто аналогия здесь не понятна. Если бы я измерял Ахиллеса тем способом, что его убивал бы каждый раз, он бы никогда не добежит. Здесь не добивается. Дело в том, что здесь нет... Система же убивается измерение, потому что она становится другой. Ну как бы, во втором состоянии не действуют на них? Вот когда во втором состоянии... Сама суть именно в том, что если бы, скажем, всё было во втором состоянии, то в этот момент, когда осветит, ничего не должно произойти. Ни один атом не должен перейти в третье состояние. Не должен перейти, а переходит. И что это означает? А что там смесь существует? Нет, это суперпозиция. Там не смесь, а суперпозиция. Когда ты хочешь посмотреть, в каком состоянии находится система, ты не можешь это посмотреть. Иначе можно сказать, что осцилляция происходит не только между вероятностями, а между амплитудами осцилляции происходит. Это приводит к принципиальному... Как с электроном. Когда ты хочешь посмотреть, через какую дырку он пролетает, он летит через конкретную... Да, через одну дырку. Летит через одну дырку. И здесь, как ты хочешь посмотреть, в каком состоянии находится система? Насколько близко ты добежал? Скажем, насколько близко Ахилес добежал до этого пика? Хочешь только посмотреть? Скажите, как близко? А у этого нет. А можно, например, так сказать? Мы говорим о том, что какие-то атомы находятся в организированном состоянии. Возможно, это какое-то облако непонятное, которое нельзя четко разделить одни в одном состоянии и другом. Они просто... Это другое. Там они находятся именно в цеперпозиции. Но только доказывается специально, что нет скрытых параметров. Когда происходит измерение, все переводится в одно состояние. Да, была. Но есть же вот та астерляция Рэбе, которая показывает, что есть во втором и есть в первом. Когда мы просто смотрим по излучению, она говорит, что да, вот в первом, втором, первом, втором. Осцеллирует. Но когда захочем мы изучить... А как мы узнаем? Теоретически мы только знаем, что вы поняли – астерляция Рэба. Нет, а это не теоретически. Как мы измеряем его? Просто берем и меряем количество этих... И точно так же она падает. В первом и втором? Да. Нет, нет, нет. В любом случае мы хотим узнать, что астерляция Рэбы есть. Как мы их определяем? Мы точно так же измеряем сколько в одном, сколько в другом? Но с периодом. Как мы меряем с частотой излучения? С частотой ветра? Да. Должно быть. Поглощает излучение? Поглощает излучение? Мы его влучаем монохромным? Да, с близкой частотой. Да, с близкой частотой монохромным излучением поле находится все время. Там нет парадоксов, когда мы измеряем? Нет. Они есть, но мы их не видим. Мы их не видим. Мы вот видим, что если осадятся ребры, мы можем в состоянии 1 и 2. Это очень интересная вещь, потому что... По внешнему, когда... Это заставляет нас... Получается ли так, что количество ионизированных атомов в первом состоянии мы можем измерить только тем способом, что на третье состояние переведено? А других способов измерить, сколько там нет? И поэтому осадятся ребры, это теоретическое. Это теоретическое. Как должно быть в теории. Второй способ есть. Какой? Мы просто меряем количество атомов, находясь во втором состоянии. Вычитаем количество атомов. А как мы видим, что он во втором состоянии? По радиоизлучению. В какой-то момент. Почему? Здесь радиоизлучение следует 1 метр. То есть оно... Подожди, а откуда взялось так, что если все... То есть у тебя параметр-параметр порядка секунды. У тебя здесь система живет в порядке секунды. А там у тебя она живет... У тебя интерпретация классическая. Ты знаешь, сколько атомов во втором состоянии, значит все остальные в первом. Да. Только все остальные находятся в суперпозиции. Почему? Ты сам говоришь так. Система так устроена, что... А все, кто во втором излучает, а все остальные в суперпозиции? Нет. А ты, потому что, когда ты меряешь, что они находятся во втором ситуации, ты выбираешь из суперпозиции вообще все, которые находятся во втором состоянии. То есть у тебя в этой суперпозиции все остальные, нельзя сказать, что они находятся в суперпозиции второго и первого состояния. Они у тебя все находятся в первом. Те, которые во втором состоянии, они излучают, а все остальные в суперпозиции. Да, когда ты берешь со второй штукой, это делаешь. Да ничего ты не измеряешь. Ты говоришь, вот, допустим, мы по излучению из второго состояния понимаем, что система сейчас находится... Какая часть атома находится во втором состоянии. Ну, а как? Мы не можем вычесть просто их и сказать, что все остальные в первом состоянии. Нет, Drink. Потому что вся остальная система находится в суперпозиции. Нет, это неправильно. Потому что именно все остальные находятся в первом состоянии. Почему? Почему здесь классическое различение такое? Потому что состояние 1 и 2 авторно. Так тебе скажу. Ну, пускай они неордогональны, но если мы знаем сколько во втором данном du. они не обязательно знаем, сколько во первомler. У тебя состояния всеордогональные В2, то мы знаем сколько во первом. Да. Потому что один и два являются собственными состояниями. То есть если я не понимаю тогда, что такое связанные с ней. Система находится, подожди с смешанным состоянием, значит есть смешанное состояние. Состояние или просто математическая формула? Физики очень... Я говорю, подожди, физическое это состояние или математическая формула? Вот мне вот это, вы это скажете, смешанное состояние, это математическое формула просто, или физическое состояние? Нет, это результат эксперимента. Да, смесь, смесь это, почему? Это физическое состояние. Ну, правильно, значит, получается, у тебя это не два состояния, а три. Одно один во одном, первое состояние, другие во втором, третье смешанное. Но я еще раз говорю, либо это физика, либо это просто формулу написали. Физика в чем состоит? Состояние три, на самом деле. В первом состоянии чистое состояние, во втором чистое состоянии есть смешанное. Значит три состояния, а не два. И поэтому зная второе, нельзя знать только в первом. У тебя есть смесь, смешанное состояние, и frei суперпозиция. У тебя есть два чистости, один и два. Когда ты фиксируешь количество атомов во втором состоянии, то есть суперпозицию разрушаешь. Да. Нет, я fireplace смешные состояния. Со смесью вообще просто. У тебя на самом деле атомы в смеси находятся в каком-то состоянии, либо во первом, либо во втором. Ты сам говорил, неизвестно, в каком они находятся. Для суперпозиции. В чем суперпозиция отличается от смешанных? Ну, вот теперь все сначала. Да нет, не все сначала. Вот у тебя есть 500 атомов, 5000 атомов, да? Подожди, давай я объясню тебе просто по-другому. Вот есть логика, если истина не И, то это ложь. Это простая инверторная формула. Вот такая инверсия тут тоже что, есть. Если в первом, то не во втором. Если не во втором, то в первом. Тут логика такая. Если это логика такая, то это просто обыкновенные классические системы. Так como в классической системе работает. Да, это классическая система. А теперь здесь не классическая система. Которая состоит в том, что есть некого рода смешанное состояние, Суперпозиция, пускай как суперпозиция, у которой нет такой логики. Потому что 5 минут назад ты еще почему-то говорил о связанных состояниях, это не является связанным состоянием, вообще близко. Смешан, спутанным. Испутанным, все, вот я и говорил, 4 состояния на S, смешанное состояние, спутанное состояние, суперпозиция и связанное состояние, все это разные вещи. Ну хорошо, пускай это разные вещи. Игорь, я понимаю, что спрашивает Була. Мы по поведению системы, внешней поведения, по социоляции, можем судить, в каком состоянии она находится. Или, в смысле, мы не можем судить, в каком состоянии она находится, а можем только говорить о вероятности, что в данный момент времени вероятность нахождения во втором такая, а в первом состоянии другая вероятность. Мы как, мы ссудим, откуда берется вот это вот… Изноважение поля. Изноважение поля. Да, да. Да, мы говорим о вероятности, конечно. А вероятности. Но эта вероятность, она на чем основана? Вот у тебя… Понятие вот, например, периода полураспада. У тебя есть там 100 атомов урана, известно, что через какое-то время их останется ровно 50. Вот. Но каждый… То есть, какой-то вот этот интервал времени, какой-то атом приходит, распадается. То есть, он может и за миллиард лет не распасаться, хотя период полураспада 100 лет. А может и нет. Это понятно. Что у нас… У нас целяция когда идет. То есть, до… Вероятность. До улучшения. Вероятность, как вероятность… Как внешним… Как внешним… Вероятность ты мерить никогда не можешь, как таковую. Нет. Мы верим в конкретный паразм. Да. Мы меряем количество… Количество. Состояние в первом… А предсказать мы можем только вероятность. Да. Это понятно, да. То есть, мы смотрим… Как система ведет для внешнего наблюдателя до улучения 313? 313 она… До улучения. Вот мы смотрим, что… Да. То она ведет таким образом, что через… Ч-ч-ч-ч. Через… Не, вы посмотрите… 256 секунд, мы на нее посмотрим, и выяснится, что все атомы находятся во втором состоянии. Вот так… Насколько я понимаю, без освещения ультрафиолетом мы не можем вообще заметить… Через 0256 по радиоизвучению, после всего этого, мы можем… Ну, в каком-то смысле, да? По вот этому резонансу. Я даже, кстати… И не знаю, как они это смотрели. Мы можем твердо утверждать, что во втором состоянии… Нет, тут как раз все просто. Нет, это же внешнее… Всегда говори, что в квантовой механике мы можем знать о том, в каком состоянии находится система, только измерение. Да. И мы взяли… Это поэтому не теоретически… То есть, целяция рыбы – это чисто теоретическое предположение, как идет здесь измерение. Нет, нет, оно не теоретическое. Тогда их вероятность, как синусы, косинусу относится в квадрате. Вот. Мерим в этой точке, тоже как синусы, косинусу в квадрате. И вот это каждое точку мы верили… Да, мы можем мерить второе и первое состояние именно как из системы получать некой вероятности вот эту вот кривую… Да. Да, с некой вероятностью. Да. Это одно измерение. Тогда мы выясняем… То есть, они в суперпозиции, но вот скажем, через такой-то период они повторяются, эти измерения. То есть, мы замерили, получили такую вероятность… Замерили такое, получили такое… Да, я имею в виду, это кривой год описывается. Да. И если мы через какое-то время не замеряем, мы замечаем, а это периодически повторяется. Мы говорим, что да, там какой-то периодический процесс идет. Теперь, а давай-ка измерим уже другим способом, в какой стадии это находится. Начинаем мерить и получаем, что нифига там нет. Да. Да, да. Да, именно так, да. То есть, одно измерение влияет на систему, другое не влияет, что ли? Нет, оно и то влияет, и то. То влияет, показывает… Ну, в одном измерении ровно… …с некой вероятностью… Нет, ладно. Первое измерение показывает, с какой вероятностью появится первое или второе состояние. Вот. Но! То есть, и тогда второе измерение должно точно тоже самое показать. То есть, первое измерение нам показывает, что есть некая исцелляция. Мы говорим, ну так хорошо, мы измерим другим способом. Если мы, пожалуйста, вот 313 латтеров облучим, мы тоже самое должны получить. Либо в первом, либо в втором. Либо в первом, ах, не получается. Второго никогда не получается. Да. И это нам позволяет отличить понятие смеси состояния, состояния 1 и 2 смеси, от понятия суперпозиции состояния 1 и 2. Это важно. Как и с Котом Шрейдингером. Мы ухитряемся в этом эксперименте различить понятие смеси. В классической физике бывает только смесь состояния. У тебя одни молекулы, допустим, в кубометре воздуха движутся медленнее, а вторые – быстрее. И по этой скорости у тебя будет смесь всевозможных изменений. Еще бы выясни, наверное, как я понял. Ладно, когда мы меряем… Ну, вопрос мой, Гэр. Я сказал, как есть и суперпозиции состояния. Почему, зная, какое количество в одном состоянии, мы знаем, сколько в другом? А это отогональная? Я не понял. А как, что такое суперпозиция? Состояние 1 и 2 – отогональная, да. То есть, мы не можем предсказать… Ну, как было, что такое суперпозиция. Мы не знаем, в каком состоянии эта система находится, но когда мы измеряем, получаем… Значит, можно по-другому спросить. Любой ионизированный атом находится либо в состоянии 1, либо в состоянии 2. Так? По-классическому. Нет, ну только тогда можно сделать… Если сколько мы знаем в одном состоянии, значит, остальное в другом. Нет, в момент измерения, система… То есть, происходит коллапс волновой функции, и мы получаем конкретные измерения, конкретные результаты. Если мы знаем, сколько в одном, значит, все в другом. Да. Так я и говорил, что тогда это классическая система. Нет. Ну так, в классической системе. Сколько, если мы знаем, что что в одном… Ну естественно, что он мёртый, значит, не жив. А если он жив, значит, он не мёртый. Нет, вы же говорили, что суперпозиция как-то иначе… Только что говорили, что всё как-то иначе, чем смеси. Так, в смеси. Если мы знаем, сколько в одном, значит, все остальные в другом. Момент измерения. В момент измерения все понятно. Только слово «момент измерений» важно. То есть суперпозиция вне измерения? Вне измерения. Ничего не существует, потому что мы не можем знать, как они вне измерения. Это просто чисто математическая формула. Но эта математическая формула приводит к яркому эффекту. Если это классическая система, тогда я беру в любой момент времени измеряю и получаю некоторые значения. При этом я четко знаю, что каждый раз, когда я буду измерять в этот момент, я получу это же самое значение. Потому что прибор не влияет на систему. Здесь получается, что мы первое измерение делаем, когда исследуем осцилляцию. Мы делаем замер и получаем с некоторой вероятностью либо вот такую, либо другую. Но почему мы судим, что есть осцилляция? Мы через некий промежуток времени еще делаем измерение и получаем с какой-то вероятностью значение, что оно через какой-то промежуток времени повторяется. Но при этом каждый раз мы разрушаем суперпозицию, разрушаем каждое измерение. Но при этом мы задумываем, а можем ли мы понять это же другим способом. Мы скажем, что каждый раз, когда измеряем СССР, мы разрушаем систему, суперпозицию. А попробуем измерять, не разрушая суперпозицию, мы можем измерить, сколько атомов находится в первом состоянии. И суперпозиция разрушается полностью. Трудно вообще все это выразить язык. Трудно, трудно. А вот не пробовали они не только один год вполне, а и перейти на другую сторону. Потому что здесь фактически, смотрите, вот там на той стороне, в осцилляции рыбы, мы имеем в виду восхождение, снизу и вверх. А здесь количество, оно убывает. Возможно, если дальше измерять, оно пойдет вверх опять. Потому что будет такая же осцилляция. Будет там осцилляция, здесь осцилляция. В чем проблема? Нет, если ты дальше перестанешь мерить через третье состояние, то у тебя эта система, она опять, через этот период ТМ, то есть 0,256 секунд, все перейдут в второе состояние, да. В чем проблема? Просто здесь указано, как идет осцилляция. Там идет нарастание горба, а здесь убывание. Ну и что? Это как бы осцилляция там. Это же разные вещи совсем. Они не имеют любого никакого. Нет, я просто как бы пытаюсь понять, что парадокс. У тебя меряется, вот то, что здесь меряется, это всякий раз вот эта пиковка. Вот эта пиковка меряется. А люди, которые будут смотреть, они поймут. Может, я такой понял? Я не понимаю. Да, они всякий раз вот эта пиковка меряются. А почему дальше-то не переваливают? Да там переваливают. Ну переваливают, но тебе неинтересно. Ты берешь всякий раз пиковку. У тебя по теории, если бы у тебя было состояние 1 и 2, то у тебя в этой пиковке, у тебя все пять тысяч атомов берели, приходят в второе состояние по теории. Но ты между делом совершаешь системы, такие основания, что ты меряешь количество атомов, находящихся. Значит, каждый раз мы меряем пик. Да, каждый раз мы должны мерять пики. Должны или меряем? Да, меряем пик всякие раз. А откуда мы знаем, что пик в том времени находится? Ну потому что мы знаем беременовую самую систему эту. Опять мы что-то знаем откуда? Нет, так на нее внешнее поле наложено. Что-то... Да. Оно делает классические... Внешнее поле есть радиочастоты. Она же известна. Даже когда облучаем 313 нанометров, то есть мы поле не изменяем. Да, конечно. Запускает освещение. Так это может сдвиг поле просто. На поле там как-то там... Ну как его сдвинешь? 1 метр, а там 313 нанометров. Это маленькие колодки и импульсы сравнимы с периодом. То есть они ничтожные. Ну триггер запуска освещения, то есть измерения, он привязан к периоду наложенной волны. Ну, РЧ. Вот, и все. То есть мы каждый раз, теоретически как бы, если системы лапоклассических, мы каждый раз должны были бы пик, меряя пик, получать? Пик. Получать? Меряя пик, получать пик. 100% во втором состоянии. А мы каждый раз получаем уменьшение пика, да? Да. Всякий раз, да. В зависимости от того, сколько раз мы быстренько ТДЦ с этим лазером посвятили. Не быстро, а на сколько это отличается? Сколько раз? От полного периода. Сколько раз? Доля периода. Да? А? А? Каждый раз, когда мы посмотрели, мы быстренько, мы получили другой результат. Да. А потом извещенный период, перенесли ровно на период. То есть на один метр. Да. Ну, приведенный к секунду. Да. Мы получили совсем другой результат. То есть полностью все или во втором, или в первом. Ну да. Да. Тут не продолжено. Просто вот такой период пойдешь. Да. Вот это вот левое. И перестанешь смотреть на это несчастное нашего Ахиллеса. Перестанешь на него смотреть, а беги ты там сам в темноте. Неинтересно это мне. То через период, через 256, теперь появится, что у него все во второй состоянии появились. Это очень интересный эффект. Ну, это интересный эффект. С того, что мы смотрим на Ахиллеса, он не может догнать черепаху. Чем чаще мы на него смотрим, тем сложнее ему догнать черепаху. Моргать не надо. Да. А потом отвернулись, а он черепаху-то и догнал через некоторое время. Вот. Такие вот вещи. Это вот понятие между смельщими. Значит, ещё раз, это вот все состояния НАС. Связанное состояние. Связанное состояние... Например, ядра водорода и электроны, связанное состояние. Состояние двух частиц, они немножко с собой поизга́oman abortion. Это понятие связанного состояния. То есть его вероятность состоит в некоторых точках, вот она вот так убывает. Это связанное состояние. Вот. Значит, синтепоздились состояния. Это вот такая штука, о которой мы рассказали. То есть непонятно, кот жив или кот мертвых. Смесь состояний. Когда у тебя есть 100 котов, 50 из них мертвы, 50 из них живы. Это смесь состояний. И что у нас еще было там? И спутанное. А, а спутанное состояние, это вообще очень интересная штука. Когда у тебя, допустим, родились два фотона и полетели на разные стороны Вселенной. Но они описываются общей волновой функцией одной, единственной. И это означает, изменив состояние одного на одном заю... Измерив. Измерив, да. Измерив. А, это Швейцария, Швейцария. Да, да, да. То измерив, это второе. Вон твой компьютер на этом хозяин делает, да? Да, да. Да, это значит, значит, вот такова штука. То есть все на S, но все четыре понятия они описывают очень сильно различающуюся реальность. И парадокс связи с Шридингером и с квантным парадоксом Зенона, это как раз игра состоит на различии между смесью, и суперпозиции. В классике бывает только смесь состояний. То есть всегда, если у тебя есть сто котов, то у тебя пятьдесят живых, пятьдесят мертвых. Всегда. Пятьдесят пятьдесят просто. Ну просто, да, да. А если ты, а я в кванты у механики, у тебя каждый кот является суперпозицией мертвого живого кота. А спутанное состояние, ты два кота побешал в ящики, разделил на две ящики и отправил разные концы вселенной. И открыв один... Нет, замочив одного, другой тоже. Нет, не знаю, что ты не знаешь, именно в том ты и делаешь, что ты не знаешь. Нет, ну один друг, другой. Нет, нет, это не прав. Замочиваешь одного? А то ты... А то ты... А то ты мертвый оказался, то ты... А то ты живой. Да. При том, что вероятность... То есть не знаешь, жив или мертвый. Да, не знаешь. А трон живой, значит тот мертвый. А трон мертвый, значит тот живой. Нет, ну можно и помочь скотинку. То есть не открывай. Нет, этого убил и тот тоже помрет, да? Вот это вот и есть. Ну, такого нет, конечно. Нет, тогда была передача информации, это запрещено. Нет, мы это будем вопрос обсуждать. Здесь можно осветриться, Жень, ты прав, можно действительно построить квантовый компьютер. Нет, это эксперимент какой-нибудь. Квантовый компьютер можно построить и можно действительно сделать так, что можно... Против чего Эйнштейн возражал, парадокс Эйнштейн, что две частицы должны знать и передавать информацию со скоростью, больше скорости света. Но здесь не происходит передачи информации. Эйнштейн возражал Попольского называется. Эйнштейн возражал Попольского, да. Эйнштейн сказал. А тут у нас нет передачи, просто есть некоторая вероятность, что здесь будет, скажем, спин такой-сякой, да, а здесь такой же вероятность повторится. Но передачи информации сделать нельзя. Ну, это с полом. Ну, считайте, что нельзя. При измерении мы же приводим, когда это передается. Можно. Сейчас можно, да. И этот, например, у нас был танец годом, выпуском младше Сергея Белоусов. Он уехал в Сингапур и стал миллиардером. Вот основал в России квантовый центр, так называемый, где занимаются как раз исследованием передачи информации крипта. Не, ну это же опыт двух перчаток. Если у нас есть две перчатки, как бы, разные. Вот они, да. И ящики помешали. В одну ящик убрали, унесли далеко. А крылья там в другом, значит. Там особенность состоит, что ты не можешь прихватить сигнал. Потому что если ты посередине где-то потом этот поймал, то ты разрушил всю систему. И человек на другую перчатку, что он знает, да. Проблема в том была, что мы не знаем, какая перчатка. Там может оказаться любая другая. То есть в ситуации с перчатками мы четко знаем, что вот здесь левая и правая. Мы не знаем. Или мы знаем. В любом случае она там есть. Есть левая или правая. А когда мы связанные частицы разносим, там нет левой и правой. Как? Если мы всякий раз измеряем, определяем, что либо левая или правая. Там нет левой и правой. Каждый из них находится в состоянии суперпозиции. Суперпозиции находятся. И там есть специальные эксперименты, которые проводят именно для того, чтобы выяснить, что вот не просто там мы знаем левое и правое, а мы не знаем. И вот с некой вероятностью может показаться и та, и другая. Ну как, мы каждый раз измерим, и все уже. Мы же не можем систему как бы повторить. Не, парадокс состоит в том, что у тебя с другой стороны галактики, ты уже с таким образом знаешь, что находится у тебя. Ну что парадокс? Ну парадокс двух перчаток. Взяли две перчатки и правую левую. Совершенно макроскопически. Положили в ящик, помешали. Одну вытянули в одном ящике, другую в другую. Разнесли. Теперь мы говорим, откройте тот ящик. Кто-то откроет его, знает, что в другом другая перчатка. Здесь смешанное состояние, но не суперпозиция. Правильно? А в чем тогда суперпозиция? А суперпозиция? Сейчас попытаюсь вспомнить. Значит там, если ты просто открываешь свой ящик, там получается либо так, либо так, либо так, либо так. Другой ящик открываешь, либо так, либо так. С вероятностью 0,5. Но если ты открыл этот ящик и сообщил туда, там обязательно будет противоположное. Ну вот, нет, все равно не получается. С перчаткой то же самое, да? Там все равно есть... Просто вот здесь на самом деле, вот ваша суперпозиция, я извиняюсь, я тоже бывший физик, но сейчас уже далек от этого всего. Есть какая-то на самом деле хитрость, которая чисто математическая, которую не объяснить никак. Просто ее суперпозиция ведь никогда не существует. Потому что всякий раз, когда мы измеряем, мы получаем смесь. Вы сами об этом говорите, что если мы знаем, что во втором, все перешли во второе состояние, значит все остальные в первом. Суперпозиция – это только умозрительная конструкция? Нет, она не суперпозиция. Суперпозиция – умозрительная конструкция. Саша, рассказываю тебе про парадокс Эйнштейна Розеноподольского. Значит, как меряют спинь, например, в какой-то частице? Берут анализатор Штерна Герлуха, запускают магнитное поле, и у тебя, оказывается, пучок у электронов разваливается на две части. Одни со спином вверх, вторые со спином вниз. В чем здесь прикол состоит? Что когда ты его повернешь под любой другой угол, они опять разделятся ровно пополам. Один вверх, второй вниз. Теперь, что у тебя получается в Эйнштейне Розеноподольского? И когда тебе пришел какая-то штука, пришел какой-то сигнал, вот этот самый перчаток, то ты этот анализатор Герлуха можешь выполнить под любым углом. Вверх, вниз, и там мерить. И тогда относительно этого у тебя будет либо плюс один, либо минус спин. Относительно угла вот этого. То есть проекция будет? Да, проекция. Проекция спины, да? В конце Вселенной будет проекция именно на это самое направление. Если ты анализатор Штерна Герлуха так не положишь в нужном углу, то ты получишь иногда то одно, то другое, то две, не будет постоянного результата. А так он будет управлен на постоянный результат. Понимаешь? Да, да. То есть, получается, что... То есть, сознание готовится в момент измерения. Да. Что ты его, при помощи анализатора Штерна Герлуха, получается, что ты можешь управлять ситуацией с электроном или фотоном на другом конце Вселенной. А печатка уже готова. Да. А вчера они каждый раз готовят. Да. В печатке там у тебя нет никакого Штерна Герлах, который будет дальше. Как пришла, так же. Она готова. А тут каждый раз состояние заново готовится. Вот. И это вот состояние... И это справедливо для неких состояний, которые описываются в одной волновой функции. Называются спутанными состояниями. Мы этого как бы посвятим семинару. Потому что и для Бора, и для Эйнштейна в момент этих знаменитых дискуссий считалось, что такие состояния быть не могут. И каждый придумывал по-своему. Эйнштейн говорил, да ваша квантовая механика не верна. А Бог говорил, да нет, верна, верна. Но тут у нас есть и Копенгаргская интерпретация, которая говорит, что в этой ситуации быть не может. А потом мы взяли и померяли. И выяснилось, что то, что предсказывает квантовая механика, это на самом деле соблюдается. Вот тогда как быть? И вот так можно передавать информацию при помощи поворота анализатора Штерна Герлаха. Теперь. Со скоростью выше скорости света. То есть надо да или нет ответить. То есть эти два реликих физика, которые там в 30-х годах собирались, и за ними весь научный мир следил за экскурсией, пошли лесом просто. И сейчас люди на этом основании пытаются системы крифтовеографии. Почему? А потому что если ты можешь перехватить второй фотон и его померял каким-то образом, то тогда вот этот человек, который собирается по помощи него отправлять информацию, уже сразу же об этом узнает, что меня перехватили, меня слушают. И вот в этом и состоит идея этого квантового вычисления, кроме того, и квантовой крифтографии, которая уже практически... Крифтография передается или не передается? Это как-то факт, что ли? Ну, передается вот. Но это не информация. И вот есть это понятие квантового компьютера, понятие кубита. В отличие от бита, то она вот отсюда это и делается. Почему квантовый компьютер возможен-то, оказывается, настолько быстро? Потому что у тебя либо ноль, либо единица. А для квантового компьютера суперпозиция международная единица. И у тебя скорости должны, если это реализовать, возрастают многократно. Бесконечно. А там же на десяти лет такой биток сделали, да? Да. Что-то делали. Я за этим не скажу вопросом. Вот. Они квантовые биты, кубиты. И она работает вот эта штука изумительно. И вот у нас вот тот же команда под руководством Белоусова пытается делать, создать уже конкретный работающий Агуми. То есть человек вообще считает, тот же Белоусов, считает, что он, что наш мозг именно такая квантомеханическая система. Ну, это много в теории квантового сознания. Да. Что на что она работает? Менский у нас, еще. То есть это я могу сделать доклад на эти. На эти. Ну вот эту ситуацию надо вот эту понимать. Но вот очень интересно, что квантовая механика предсказывала некий эффект Эйнштейна Розана Подольского. Потом два великих физика по-разному объясняли, почему это не может быть. Это было неравиство Белла? Да. Неравиство Белла позже появилось, да. ? Позже, которое поставил, что можно экспериментально проверить. Его уже проверили экспериментально. Да. Неравиство Белла, она все-таки несколько другой вещи. Она просто говорит, что нет скрытых параметров локальных. Нет скрытых параметров локальных. По помощи этих экспериментов, ты можешь проверить, есть у тебя в системе скрытые параметры или нет. Это тоже об этом как-нибудь я расскажу. Но на самом деле у тебя могут быть скрытые параметры, но твоя эта теория будет принципиально нелокальная. Я сейчас больше всего склоняюсь к этой точки зрения, что к вам про механика принципиально не локальная теория. И тогда у них какие-то параметры есть. Теперь их надо узнать. Всего-то ничего.